мир вашему дома на тихоныч добрый день с миром звоню вам по такому вопросу вот сейчас трагедия произошла кемерово я много мнений слышал видел слышал вот но освете библии так скажем никто не осветил вот этот вот так скажем случай хотел бы чтобы вы сказали свое слово во свете библии это означает потому что сказал господь я буду говорить не конкретно о кемерово ну сегодня барнауле завтра в любом сколько уже они перечисляют сколько перегорело то в каких городах сколько там больше ста человек сразу сгорала инвалидные там дома горят вообще а тогда ты уже любой город подставляет а кемерово что можно сказать только горе скорбь ну как вот я помню что это были дети а детях одно только были крещены не были нигде ничего не говорится ходили они в храм причащались ни слова нигде папы замерли просто никого нету почему боязнь боясь как бы не туда так такое горе да тут тебя мы не о кемерово говорим это было две тысячи лет назад настройся на эту волну чтобы никуда не отходить вот пала башня селамская 18 человек задавило господь говорит дает прямо информацию а эту информацию мы можем сегодня озвучить евангелие от луки 13 глава 3 и 5 стих притом абсолютно одинаково говорится нет говорю вам что не самые грешные там были но если не покаетесь все так же погибнете все так как все так 7 миллиардов ну на 7 миллиардов это распространяется и которые были и которые будут не думайте что они были грешнее на них просто господь показал пример вот нужно всегда спрашивать это иудеи так научены были всегда нет искали причину а кто согрешил он или родители сегодня нет это вот обстановка такая было не хватало каких-то веществ у матери и говорят правильно но это не причина почему он слепой-то родился а почему вот живут год два-три до за это время миллиарды людей могли родиться от одного потому что там около 250 этих живщиков а за раз от мужчины отходит это как это господь делает 11 тысяч тому щуки икру мечет когда икринок так это икринки а тут ничего не видать однако нету защитие исаак живет с ревеккой 10 12 19 20 лет и ничего нету и друг заберемела двойня мы не можем спрашивать почему господи такая огромная страна и никто не заказывает мальчика девочку а в общем по стране одинаковое количество рождается мальчиков больше немножко но проходит время они такие неспокойные везде это лезут и подравнивается а потом женщин как у нас сейчас на 10 15 миллионов больше нету женихов где-то большая часть погибает пьяные самоубийство там аварии за рулем то они сидят но и локальные другие войны причина в том что от нас ничего не зависит ну просто ничего вот допустим мы читаем третья книга ездры себе где-то можешь записывать 6 глава 56 стих а прочих же народах происшедших от адама ты бог сказал что они ничто но подобно слюне и все множество их ты уподобил каплям каплющим из сосуда да как тогда то такие начальники там военачальники война победили ты можешь сколько угодно говорить бог уподобил их ничто и поэтому 23 10 100 тысяч погибло для бога то он не мог не мог бы не сотворить уподобил каплям солом 61 10 солом сыны человеческие только суета сыны мужей ложь если положить их на весы все они вместе легче пустоты вот умерли из-за греха адама сто миллиардов людей и положить их взвесит это сколько там мяса гниющего сколько костей но речь конечно идет уже не о двух или трех килограммах сотнях тысяч груза этого который бог столкнул и вправ превратилась на вас и удобрения кого-то сожгли сыны человеческие все они вместе легче пустоты и поэтому сгорел человек утонул разбился для бога как для горшечника вопросы не задаются во свете библии мы смотрим бог рассматривает знает ли человек бога почему сярахов говорит лучше один исполняющий закон чем 100 тысяч нарушающих а кто эти дети где он бывает погибает но я говорю я говорю сейчас о том что было раньше тоже сгорали тоже убивали там вместе жертвами кровь их пилат смешал об этом как раз писание и говорит если не покаетесь все также погибнете еврей спрашивает он согрешил слепой или родители может быть что-то не так делали он или родители и вдруг оказалось не он не родители а для славы божьей чтобы видны были дела божьи что господь хочет сказать вот мы каждый день молимся господи избави нас от пожара воров и нечистой силы запиши себе от пожара воров и нечистой силы мы каждый день эту молитву читаем а ее нету молитва словах она сама вышла исайя 40 глава 17 стих все народы перед ним как ничто менее ничтожество имени пустоты считается у него менее так меньше пустоты то ничего нету ну вот так нету ничего все народы вместе взяты перед ним перед богом как ничто и поэтому говорить о скорбях мы должны смотреть что об этом библия говорит как раньше было первое коринфян 10 глава 6 стих а это были образы для нас потом отрицательные образы чтобы мы не были похотливы на злое как они были похотливы иногда говорят тут такой-то человек погиб ни в чем не повинный как это не повинны ни в чем это не соответствует действительности нет праведного ни одного все согрешили и что и ребенок согрешил щадо адама беззаконность зачат я в грехе родила мать мать моя 50 псалом 7 стих и у его написано 14 глава 4 стих перед псалтырию книга есть говорит кто родится чистым от нечистого не один еще в утробе матери были господь говорит я кого я возлюбил а исава возненавидел ну какая же справедливость господи он еще дышать воздухом даже не научился тебе не надо рассуждать бог знает будущее и когда говорится что ребенок один в доме царя умер рано конечно воздыхали это наследник описание говорит так что во всем доме он был найден один с положительной характеристикой один и господь его взял раньше времени а как там убили задавили сгорел бог на это не смотрит это его способ или в воде утонул не это главное он найден был праведным и чтобы ум его не совратился господь взял его прежде времени вот мы говорим о детях говорю о детях которые были во времена христа и говорит таковых и царство божие когда мы там поймем тогда перед называется экстраполяция событий перенос с одной временной формы в другую и мы увидим как это коснется нас самих я вот лично никогда не думал что я проживу 78 лет у меня сердце так схватывало еще в пять лет было то я атаку то рот развивала отдыхнуть не могу а потом не просто здоровье вернулась отличное здоровье морфлот подводный проверяет меня крутят нигде ничего нету порошинки бог сделал так вот почему знаете почему даже не знаю мы сказать он оставляет нас для славы своей вот сейчас идет великий пост это не секрет в этот день священник просит телевизор и все занавешивайте фильмы не смотрите на развлекательного разные представления не ходите почему в церкви смотри какая темная одежда гасятся лампы все свечи чуть-чуть мерцающие господи владыка живота моего дух праздности праздности уныние любоначалия празднословие сребролюбие не дай мне вот праздность особенно развитую дети и очень ленивые учителя не знает что с ними делать и вот привозят детей автобусами куда на развлечения когда говорят что у нас стране 87 процентов православных я не могу допустить даже что дети эти были все из каких-то других религий не может этого быть все-таки российская федерация а если это дети все были крещеные а если то что были крещеные а ничего им не говорили то где они и какие бы они стали дальше я говорю о временах иисуса христа вот поэтому то господь и делает так начался потоп все дети утонули до 1 а ведь решила не о двух не о трех все ни одного ребенка не осталось не считая которые были на корабле а на корабле то больше ничего и не было восемь душ считается ханан хамом был зачатый там как златоуз говорит во время бури и штормов и вот теперь когда мы начинаем смотреть переносить события на сегодняшний день то чем мы лучше тех которые были во времена иисуса христа ничем кто сегодня задает этот вопрос почему воскресный день эти дети какие там где-то не не о кемерово говорю где-то в другой стране почему они не в храме были или в храме были пришли четыре часа загорелась это почему их родители отдали они разве не знали что великий пост и далее ну кто-то мог прикинуть а если что случится вот это если русскому человеку даже в на ум не приходит а если вот пожарные должны были это думать обязательно а если вот так а если загорится когда такой пожар был в каждой где комнаты были туда привезли огромные огромные круги бухты веревок на одну веревку можно 100 человек повесить не порвется альпинистские здесь ни одной нигде не было не предупредили ни окна не открытые ничего нету абсолютная безалаберность на нас тут я начальник детского лагеря его создатель был 45 лет у нас ни одного несчастного случая не было ни одного это не два дня эти пришли на один час и сгорели повторяю 45 лет я должен был обдумывать как будет я молился и господь показал как ты видел у нас на кухне глиняный пол а сверху определенная рифленая палуба корабля нарезанные листы железо там один лист и два поднимешь он и небольшой меньше метра длины даже где как и кроме того на улице среди у нас огромный песок но там ничего деревянного то нету ну не считай некоторые кели кошмар кошмар как одеяло тушить вода рядом сколько там больше двух кубометров воды всегда было шланги здесь так мы в одном скученном месте песок кучи все необходимое для того чтобы потушить пожар и я тренировал ребятишек ребятишек здесь никому ничего не говорили это уже не авось небось это преступление самое настоящее преступление никого нигде нету говорю не про определенный город а где то если подобное случилось почему они так сделали и вот считаем и четвертая книга царств 2 глава 23 стих а ребенок маленький да какой у него грех дети это самое жестокое сословие это учителя говорят не я говорю если девочка пришла горбата они будут ее дражнить если она косая на один глаз или косоглазию не они ее будут третировать если она уже пятом шестом классе она с ребятами не вожжается они будут ее что попало делать а уже в восьмом классе они самостоятельные и вот мне следователь один был курят владимир кузьмич и он рассказывал мне какое преступление кажется в рубцовске она с ними не участвует они ее что-то сделали ее скрутили и затащили в подвал и держали ее за руки за ноги а парни ее насиловали это не у достоевского ни у кого не написано не у диккенса ты нигде не найдешь такого да как какие эти люди зачем они нужны зачем и господь поэтому сметает ненужное хлам этот он меня спрашивать я не могу ответить это серьезно я расследую сейчас это дело другой вырос свой щекотила здесь масленников или маслич фамилия его он что тут он убивал их перед этим творил что попало теперь в камере сидят я второй тоже убийца серийный этот и говорит саша но вот это вот это зря убил то но это так-то он ночью этого теперь кто сказал ему так он сразу же убил его задушил а второчка была стержень а пол наточил скрыл ему грудную клетку вытащил сердце печень в кружке сварил и съел у меня мой близкий он даже родственник адвокат и он как раз его делом занимался вот как а эти дети такие были бы а мы не знаем не знаем бог знает и поэтому горшечник знает как обжечь а через детей иногда господь трогает сердца людей посты не соблюдали тут года даже не надо взрослые говорят я первую неделю поста и последнюю соблюдать хочу хотя еще ни разу не делал этого и он зато он сговорит у царя 7 невест растут дочери и ты почти первую последнюю а пятерых пренебреги царю это понравится все дни поста принадлежат господу это святая десятина десятина во времени 365 дней а десятина это 36 с половиной дней вот интересно это златоуст толкует в неделе 7 дней но два разрешается растительная масса тоже не пост каждой неделе 5 остается дней 7 недель 7 и 5 35 и один день только постная суббота перед пасхой 36 и с вечера до утра половина 36 с половиной вот интересно я бы никогда не додумался до этого вот бабушка наша рассказывает как они жили как они боялись греха а сегодня как учит их танцевать она полугола этом и она не знает греха никакого просто нету этого и перед богом все это открыто к сердцам людей дорожка закрыта но вот случилось несчастье родители теперь из церкви не вылазят я говорю это две тысячи лет назад с кем-то было это так было всегда у меня знакомая одна врачиха она еврейка ну было ли она православная я сам то такой же был еще евангелие не получал в руки и она говорит ну где бог у меня один ребенок остался муж погиб ребенок талантливый растет и он вышел во двор поиграть семь лет и вот уже прошло десять лет там сколько его нигде нету украли а как украли как китай сейчас показывает в казахстане ящики такие они ребятишек заманывает убивают их льдом обложили чтобы они не попортились и в китай отправляют а там размонтируют и спросили а куда девайте остальное печень там все забрали глаза но остальное на шашлыки съедаем и показывает этот ролик и как родители выбирает этот лед а ребенок лежит как живой это мне загидулина рахиль прислала страшно мы не знаем кем бы были эти дети не знаем а вот они дети жестокие писание говорит они любят обзываться и считаем 4 сарс 223 и пошел елисей оттуда вифиль когда он шел дорогою малые дети вышли из города и насмехались над ним и говорили ему иди пляшивый иди пляшивый он оглянулся и увидел их и проклял их именем господним и вышли две медведицы из леса и растерзали из них 42 ребенка а сейчас говорят что 46 сейчас 64 ребенка к эти дети над кем смелись это невеликий кажется грех то ну посмеялись пляшивый ну и что так это пророк именем господним проклял я на то говорю что говорить человек ни в чем не повинен никак нельзя сказать один ты господи знаешь и нового ребенка уже с пяти лет священник исповедует он сознательно делает грех баба одна привела к нам внука своего ну и после там иконы поцеловать надо а он бабе говорит баба а ему пять лет баба зачем мы иконы целовали ну так положено надо греть девочек целовать вот пять лет какой он будет он уже все и теперь я гляжу какой он вырос такая дубинушка и поэтому рассуждать конкретно об этом таком-то деле ну люди посчитаются за жестокость что-то такое я беру просто другой другая эпоха была рабовладельческий строй люди тоже любили детей также плакали также молились и их останавливал глаз божий во свете библии задумайтесь почему вся книга старств говорит нам об этом согрешил израиль и господь насылает на него гитлера аттилу алариха чингисхана наполеона то есть другие имена стоят а как перестали грешить и бог дал свободу сорок третьем году церкви открыл сталин открыл а до этого вся задача была уничтожить уничтожить приходит время хрущева из 20 тысяч храмов 10 тысяч он закрыл это была весна как говорят потепление а где он оказался где его дети сталин гнал а где его ребенок ну возьми яков попал в плен говорит на проволоку бросился погиб и василий какой он никому не подчинялся и что дальше дальше вот посадят дальше он будет гнуть все где-то до 50 лет не доживет а справедливо это я не судья я говорю что было салин то сколько гнала сиротил а теперь а теперь дочь то его где находится говорят она приняла монашество в католической церкви вот так надежда вот где она была как застрелилась его жена а дочь его а дочь вот так там со светлана или как ее мне пошла другая жизнь никакого отношения к деяниям отца она уже не имеет но его рог нависает и над ней они нигде не находят покоя и поэтому это нужно воспринимать так как воспринимали греческие философы у него два сына на фронте а его в это время за какие-то труды награждают ну ему дали венок на голову надевать не сзади как сейчас венчает держит голова то неувенчана венок надевает на голову это время запыхался прибегает с вот и говорит подожди сына твоего убили на фронте он сразу венок снял а какого твоего любимого старшего это старшего такие надежды подавал ну в общем то так я знал что он смертный вот философская я знал если он родился ты каждый день должен быть готов быть к смерти я знал так это елины тогда а сегодня посмотри как вот знакомые мне город фрунзе он верующий один брат а другой не верующий а у верующих как-то не так идет воскресенье а рыки открывает воду пускают а он в это время в церкви приходит ну конечно там у него там подсохло так он горит и со своим богом уже всех замучил ну надо же смотреть воскресный день ну то останется ничего без тебя там не сделается он горит знаешь брат дорогой я знаю что будет другое еще воскресенье у бога и другая осень по плодам бог будет судить и случилось несчастье у того и у другого сына и сынышки одинаково были возрастом что они там делали неизвестно но мне как говорили вроде бы за машину крючками цеплялись где-то прокатились ну и вот та старший который брат то у него был который не верующий то ему сказали он буквально с ума сошел я жить не хочу такая была надежда него но почему он погиб он у соседа этот мишка всем надоел конопатый воришка почему не он погиб где твой бог он говорит у меня-то сын тоже погиб ты моего мишу знал знал хороший был еще хороший был ну я же не тужу об этом бог дал бог взял и праведный лишился десять детей в один день я думаю где горит и проще по десять из одной семьи не бывает детей их постолька не бывает просто десять детей и он говорит бог дал бог взял и не сказал ни одного слова лишнего а жена тут похвали бога бог хулитель то убивает чтоб тебе не мучиться то что он так поступил ты как одна из безумных неужели за добрые дела будем бога славить а за злые не будем его святая воля он знает что нам дать вот так нужно рассуждать не какие-то там психологи приходят там наговаривают ничего не сделаешь юрий бондарев писал роман берег его печатали в огоньке раньше при советской власти это коммунист такой ну и у них там случилось несчастье маленький мальчик погиб жена убивается он тоже почернели от горя где-то проезжает мимо храма и она говорит подожди маленько я зайду он уже ничего не говорит ничего муж дальше то он бы захватил и она тоже коммунистка видно и она пошла в храм и вот ее нету нету наконец она приходит и он посмотрел на нее хочу с тобой а что то ты как-то просветлела вся она говорит игорек наш живой живой и у нас будет там встреча с ним нам нужно подготовиться чтобы он-то был маленький совсем то да простите его господь я свечку поставила а он говорит я не могу верить у меня веры нету в этом всякий весь грех как у паустовского было сын спрашивает почему папа ты все время более мрачный мрачный делаешься а мама как будто бы она молодая у мамы встреча впереди со христом а у меня могила и лопух на ней у меня больше ничего сынок нету у него нет веры так вот здесь нужно сказать мы не знаем от чего погибли но без воли божия без допущения божия скажем так ничего не происходит даже волос отдельная волосинка не падает на землю без воли отца небесного и не делается белый или черный вот как на чему-то научились нет 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 и так же будут горели уже в этих домах размещения падали на них там акваланг где-то аквапарк был полностью крыша упала это все было вот сейчас они говорят президент прилетел туда я сам не слышал ну да он посетил это это конечно хорошо тут ничего не скажешь но мы должны думать о вечности где эта душа которая отошла без покаяния ни минуты для размышления бог не дал и он не мог ничего сказать ты видишь я не тужу у меня тоже сын погиб я молюсь сейчас за упокой я знаю что там будет встреча и вот если рассматривать вот во свете библии как учит нас святая библия она говорит и о детях и о взрослых и если не покаетесь все также погибнете и говорить куда бог смотрит все вместе легче пустоты мы просчитали это и как подобность слюни от плюни один раз и это вся весь земной шарф плевок за вместился и со всеми не ту же мне вчера на наша верующая звонит ой какое горе а сама больная сердце у нее больное сколько детей погибло я говорю тебе зачем это ты пацан помолись может быть были дети верующие может быть они нуждаются в помощи но уже верим загробную жизнь то ну тебя что ты терзаешь то тебе зачем это нужно на каждый день погибают и на дорогах его авиа и тонут и ну где-то на всех хватит сердца да и пользы то никакой нету ты будь мужественно посмотрю тебе дети внуки растут ты их приготовлю к смерти помнись последнее твое вовек не согрешишь помни о смерти это главное главное протопопа вакуум говорит ему было пять лет он увидел как у соседа сдохла корова то ли он испугался то ли чё он плакал может он знал корову приходил и он задумался о вечности и пронес как знамя презрение к смерти никакие муки пытки его не могли сдвинуть вот об этом пишет как раз жуков там кажется юрий такой роман у него есть огнепальный я его начитывал он у меня есть даже сегодня стоит из сайта перенес я его в youtube огнепальный и же он не боялся что его сожгут сруби там в пустозерске сруб сделали там соломой забили его и зажгли и все богу как угодно янгус не боялся смерти мы берем наших почти современников поэтому об этом говорит я на мозг каменске он считается отец мировой педагогики мухи одних начинаются здесь чтобы там продолжится как у иуды у других человек мучается здесь чтобы через мучение принести достойное покаяние лишь как надо разбирать то и поэтому помочь никак нельзя но как они там через днк там кого определяют кто чей ребенок то подсунут может быть другого кто знает там махнули рукой головешка одна лежит то конечно ребенок мучился трудно было ну ничего не вернешь ничего никак не нельзя только доверься богу а титаник был а там густав какой корабль потопили там этот маринеску александр потопил речь шла не о двух человеках то не о 770 а может три тысячи сразу погибло тысячи а ему героя советского союза дают но я не знал что там есть как не знал там говорили с огнями он не гасит огни это не военное судно он еще пьяный был залимонил три торпеды и все потопил я просто попутно говорю отец и люди которые были это тоже были люди также жить хотели и поэтому для нас главный урок я там не был а я ничем не лучше это мог быть я почему-то ангел меня уберег от этого вот теперь встань и вот там не было лестница лестница достает только 17 этаж а дальше она не может взять у нас есть лестница достает до неба она так называется лестовка четки по одной перебирай и молись кто-нибудь молился ну сомнительно в развлечениях ребенок стоял бы и молился ну просто это невозможно там все делали чтобы рассмешить рассмеяться кто-то сигнализацию отключил ворота там двери которые были запаяли за все затолкли попадали сверху мы даже рассматривать все во свете библии а это мог быть я а в первую очередь зачем туда а вы бы не пошли никогда я вот захожу магазин я смогу сказать за последние допустим 30 лет примерно я не купил ничего в магазине ничего не потому что жена у меня такая все успевает а просто я обхожусь малым на мне рубашка жена говорит да это еще мы еще не сошлись а это уже 55 назад у тебя все та же рубашка я заплаты на ее кладу и все куда меня такого чучело то кому я нужен то если идти туда я пойду для того чтобы рассказать вот недавно в америке там было один с этажа и расстреливал пришли когда все а перед этим ходил один как уличный проповедник он говорил не ходите там смерть вы умрете сегодня он прям криком кричит когда проповедует видел такого но заряди уличный проповедник в америке он стоит и проповедует и проповедует кричит полиция рядом его не трогают люди проходят смеются а он как раз в этот день перешел туда куда дорога ведет я не пришли там какой-то концерт какая-то группа ставится и он им прямо останавливать и говорит не ходите и помнит какая-то монашка говорит ходила я на всех уговаривал уходите отсюда уходите вы умрете все а он заготовил там сколько у него снайперских винтовок там и начал пулять и он столько людей пострелял ужасно просто вся америка была в трауре мы подробно там расстрел каких-то там какой-то гала-концерт ты можешь найти даже это посмотреть прямо показывают эта монашка ходила среди толпы уже пришли ее искали везде она испанка сказали по внешности как испанка никого нигде не нашли господь может ангела послал этот проповедник уличный он какие годы это игнать технич в прошлом году семнадцатом о так это вот ну все свеженькое свеженько а в другом месте молодежь собралась на острове и никого не слушает и гулять один также вооружился пробрался туда на этот и начал расстреливать всех у него снайперские виновки были сколько он молодежи там похлестал в фильме но тот маленько пораньше года два может три назад а это вот только что недавно было это не в одном месте такое есть такой фильм кажется школа школа или класс кажется называется такое пацанят и издевались над парнем надо одним на другим ну просто изгалялись над ним и он это не выдержал у отца вытащил винтовку и пришел в класс и начал их подряд всех расстреливать они двое с товарищем пришли и договорились один другого убьет но он один убил а другой не стал и остался жить и все узнали как это финский фильм но это на документальной основе то есть все что я говорю это на документальной основе указывается школа место где происходило и так чтобы утешиться мы должны сказать вина не правительство не этого дома я туда не пойду вина моя не надо искать никого это самый конструктивный подход к делу я виноват воскресный день великий пост куда мы подпевер поперзли зачем мы пошли туда я повторяю 2000 лет назад это было чтобы не кидались еще кого укусить то я говорю о том чтобы то что было 2000 лет назад где башня селамская упала а чтобы мы применили к себе а это мог быть я это все приметы были образы для нас чтобы не были походливы на злое как они были походливы и в один день погибло 23 тысячи тысячи вот и все приносили жертву а господь прогневался и уничтожил он посылает иногда такое что сказать страшно 66 миллионов сталин проглотил только это только в репрессии прямые репрессии вот на тихоныч а ежедневно какая статистика по абортам 18 тысяч человек за время перестройки абортов сделано 120 миллионов 120 миллионов так сегодня у меня устарелые данные так сегодня не 18 это допустим 22 ну и умножай на 20 лет на 365 дней и сколько лет было это государство убито и сейчас фильм православный как-то он так называется что-то такое но можно даже узнать это и сколько при там хрущеву абортов сделано было сколько прибрежневе все данные выдают а сколько при последнем царе не говорят а картинку рисует там шариков сидит с профессором преображенским и шариков говорит хорошо что такой президент а он теперь порядок наведет а ему профессор не это все что он ведет порядок до него кто был 18 лет то это он все натворил и коррупции и воровство и аппарат раздули три раза то но этот наведет порядок как будто он к тому 13 15 годам не имеет отношения но высмеивают сегодня же он лишь какие ролики ставят пойдем и как один умрем эти дети неизвестно кем бы были неизвестно никому но судя по тому как дети брошены не воспитывает их то ждать сильно не приходится с такая же тенденция еще я слежу за за мужским движением то есть поднимается некая волна такая что если например ну женщина же сейчас не связана с законом то есть она спокойно может пойти и подать на развод и как правило то есть очень большой процентом 90 или сколько процентов суд решает чтоб ребенок оставался при ней при женщине вот и ну и мы знаем какая же женщина-одиночка воспитывает ребенка и что потом из него так скажем получается это ведь тоже как бы вот такая колоссальная проблема не брось это слово проблема а его этот вопрос очень про рожать решать это должны свидетельствовать соседи суд никакого отношения к этому не имеет суд только на готовых данных вот какие дети вырастают которые без отца какие они маминки и сыночки какие подкаблучники вырастают и он научается самому дурному уже в семье он никакой это уроды до кого отец не имеет вас уже найдет возможность у него все нормально вот ну вот у меня тимоша был батугин они разошлись а ребенка ему присудили михаилу но это очень это исключение из правил исключение один такой был но что интересно и она билась и чтобы он у меня в лагере той отец привез его из москвы и она против меня что-то и подала и прокуратура мвд ко мне приехали в лагерь мы разбирали и ничего не было все нормально и ребенок хорошо отвечал но никто не знал что дальше то будет она такая что там даже дерзкая очень и вдруг она мне в семнадцатом году вот в прошлом году летом звонит разрешите мне к вам приехать вот это было для меня просто открытие но я не разрешил говорю следующий год часто уже у меня гостей нет лагеря то нет теперь просто в гости приезжают с родителями и может она приедет поэтому точку ставить окончательно не знание но если еретик уже пошел в ересь вернуть бывает невозможно с аре вместе уже никто не обедал и не story за стол не приглашался потому что ересь это хуже всякого разбоя тут надо все знать и нигде не перелезти через эту грани не сказать а мне это нипочем у нас был один такой отошел да я да вы мне говорите да мне хоть табун баб голых будь достаями стаями мне это все равно я вот и володя чего городишь то ты какой раз уже женился то маленько погодя он у нас ушел рассорился а ничего больше не было он искал осипова чтобы по его основе греха нету вечно мужчине эту гляди на уже скачет на костылях что по пьянке ногу отломили а дальше уже сплошное блудодеяние пойдет поэтому ну кто говорит стоит не гордись а бойся а его силен господь восставить к слову сказать мы сегодня ездили и что ну оказалось там не так как в тюрьме здесь как-то по-другому потому что это иностранных граждан ну никак мы трое были пускай только одного а кто был очевидцем его вот я был там и его бы может не вызвали да я бы не решился это но когда пришли еще дома я молился об этом как будто и взял с собой денежки ну у меня пенсия теперь 8 вроде в тысяч 8 а было 6 200 совсем недавно ну я там сколько там взял побольше пенсии и вот когда стал давать они чеснок лук приняли а ковришки сухари там сушеные ягоды все отвергли ничего не принимают нету и все но я говорю я решил деньги дать как деньги до вас пенсии то уже все про меня знают пенсии нету а почему они видели как мы воскресенье там снимали у них снаружи ну и дескать порядок такой сейчас у нас бланк принесут на этом бланке напишут что вы отдали вы распишитесь а потом его вызовут чтобы он расписался что он принял деньги ему дадут деньги а потом это положит в особый ящик как вот когда на вокзале бывает камера хранения автоматическая а когда будет уезжать заберет а его теперь я говорю как отправлять но раз он нарушил то правило теперь только его под конвоем здесь посадят самолет а там снимут и через границу чтобы его протолкнули но то что мы были я уже сразу ничего не задевать не говорит там что ты я только одно тут только такое что как а как обедаете до 3 раза кормят он сказал он вышел и обнял в меня я его обнял без поцелуя так ну и поговорили маленькой немножко так о том что си и сейчас у него какие условия моется там но стараться но никак не задеть то чтобы его но я тут начальник начал расспрашивать и с ним поговорили хорошо с начальством всем визитки дали мы-то готовились как взять аппаратуру с собой мы там запишем как раз если в тюрьме это можно было бы сделать там где сидят люди а то тут никаких сумки на выворот документы на стол и все это они остались там а скажите-ка вывод выходные приходили сюда я говорю приходили а что вы снимали а мы наружу ну я чтобы график работаю так не запомнишь долго но вы могли только фотоаппаратом но на война на видео снимали видно это не каждый день у них снимают а я не так ну что снимали так это я там немножко сказал что такое вот как это здесь и что опыт какой есть на фоне этой колючей проволоки все и больше они еще но я в это время показал мне позавчера я ходил когда они не позавчера сегодня вторник вчера вчера я ходил заказное письмо из прокуратуры мамонтского района тут очень сильная взялся представитель президента называется федеральный инспектор он сделал запрос на краевую прокуратуру она должна все разобраться ему теперь ответить а это уже не просто куда-то дали заглохла нет прокуратура дает в мамонтово и они отвечают от всех его нарушениях первый раз ему дали 2000 штраф потом на суд он не пришел его было дано право самостоятельно доехать под контролем нужно это видим откуда-то сообщалось чтобы позвонить или как он нарушил его сразу приехали цап сарап и сюда такая же тюрьма все все так же колючая проволока сторожа и охрана и наружка на безе ничем не отличается но отношения там конечно получше тут у них телевизор они смотрят похоже телефонов нету что-то он ничего не сказал я боялся спросить даже ну и теперь теперь уже по-другому он упустил возможность сам в поезде мог уехать до дому но раз он не явился когда надо просрочил теперь арестовали и теперь уже он под контролем будет уже не добровольно и а он я не поеду ну и такого нету но он не по куда ты денешься ты не понимаешь тебя шестеренка уже зацепила за говорит солженицын теперь только старайся чтобы не переломала так старайся как-то чтобы более-менее там не изживала тебя но я им это все сказал по-хорошему поговорили так ну а таком самом не прям не ничего не значащим меня спрашивают они спрашивали об этом не спрашивал я обдумал это на молитве просил и вот такая ситуация была сегодня я благодарю бога что мы встретились на дальше господь усмотрит как ему угодно он думает как я теперь уеду там получу паспорт и опять вернусь в россии буду строить и потеряевки жить не знаю он паспорт ожог теперь получать он просрочено видно получать новый а он и на боится нельзя теперь выходит и на нан он будет брать шестерки там все это если снимать будут ему роговицу что он воевал или сидит в своей украине там две жены ты караулик тут выхода нету ему или надо сказать как мне сейчас звонит такое сделал да дурак он опять звонит это он столько сделала и так бросил все да из-за чего земля не такая там проще дурак вот видишь неодобрительно отзывается люди потому что хорошее отношение было все завез купил работяга такой и вдруг все подкорит из-за какой-то шестерки на н.н. который где-то что-то не в руках нигде нету ну сатана насмеялся но всяком случае на сегодняшний день мы расстались по хорошему по хорошему он пришел его бы не вы и оттуда если бы он не деньги а теперь его вызвали оттуда он не брал не брал не брал я вам сказал возьми возьми у меня деньги если ты стратишь а эти у тебя будут запасные н.з. они тебя выручат эти деньги где-то я не знаю ты может кусок хлеба не на что будет взять но он тогда взял теперь ему надо расписаться его вызвали расписаться на начальник ко мне расположился их там трое было которая разносит эти посылки и мы с его и мы с ним посидели ну может быть ну минут семь примерно так вот такая наша история и а где-то сгоревших где-то повторяю не конкретно только одно задуматься вы не знаете кем бы был этот ребенок не знаете и господь поэтому господь может быть взял его хоть одного сохранить для царства небесного так что тут вариантов несколько второе чтобы через них побудить вашу душу вот как это был я говорил там у бондарева там она говорит платоша мужу мог и горюк то наш живой чтобы они тоже задумались не какая-то поганая хромая кобыла как там сгорела тоже такой же вот где-то развлекательные были вот такое мнение согласно слово божие вопросы можно играть их да я конечно очень скорблю я себе скажу я очень-очень у меня это воображение развита я представляю как он задыхался как горел смотрел фильм хиросима когда заваленные там кричали и она сама потом плачет я плохая мама она слышит ребенок рядом мама горю мама горю но все горит вся хиросима так и здесь они кричали некоторые звонили родителям прощались или что-то спасите нас а уже выхода не было я все это воображает к себе применяю но я я перед богом я прошу сейчас господи утешь родителей их не вернешь если они достойны прими в царство твое небесное господи заделать что можно что я молюсь не так прости меня господи мне просто жалко всех я это имею высоко развито такое воображение я с ними умираю вместе слушаю да гнат тихонович ну вот по если по детях вот то есть насколько я понял то есть не только где-то их и вина может быть хотя она тоже присутствует ну то есть но и родители то есть иногда родительский грех и родовой грех как бы да вот переносится на детей нет такого греха родового это колдуны указали не родовую как сказать ну как человек алкоголик да все равно от него и он зачал там в нетрезвом состоянии такое бывает часто и потом ребенок же это все последствия этого греха на себе это не родовой грех это грех родители какого слова не надо подставлять или вот это до четвертого поколения некоторые за за некоторые грехи господь проклинает это как понимать ну так как ты сказал так и есть чтобы родителям напоминать а ребенок он не не виновен в этом грехе но господь знает его будущее и сава я возненавидел а якова возлюбил вот когда первенцев господь уничтожал в египте при исходе их люди так это конец они знали что за израиль да какой же это вас бог кровопивец что он сделал у меня наследник вот есть принц египта показывает мультик там очень хорошо поставлен это и он его держит на руках это его наследник фараон мертвый свеча погасла поэтому надо научиться принимать как от бога но и иов приносил же жертву да и это иов же приносил ежедневно за детей постоянно может быть они согрешили может быть что-то но кто сегодня будет какую жертву там приносить то каждую копейку тянут потратить леденцы да конфеты достоевский писал достоевский 1861 год десятилетние и уже развратные восхитительный знак десятилетние и уже развратные то что спрашивать когда прошло после этого полтора ста лет уже даже больше но что сейчас никакого сравнения нет сейчас вот это интернет позволяет вовсе просто глубину сатанинскую уже сам с пяти лет познать всю и чё потом как женщина раздетая я считал отверженно виктору его и у него сестра была и она говорит когда она была молодая и она садилась в кабриолет ехать которая там такое-то и она ногу-то стала поднимать и платье подёргнула кверху чтобы не наступить глянула а там молодой офицер стоит он увидел у нее щиколотка где щиколотка ногу-то там на 20 минут пола и она уже старуха и она как только вспоминала и вздрагивала да это это видимо уже может быть так и было за столом обедают старики-то ну и все по-хорошему двое-то а у него в руках ложка он как ложкой бабку бряхну она василий за что их старая как вспомнишь что взял тебя ты не девушка сердце кровью обливается сердце кровью обливается людмила плет об этом говорит между нами девочками у меня на форуме стоит это я написал такую как она говорила может быть и патриарх не скажет как имеет отношение парень ли познал где-то я знал интересно с одной женщины был знаком она рот просила раздеть раздвинуть и небо по небу считывал все болячки ягод и все можно знать ну насколько мне доступно ну едем дорогой а там молодые сидят просто не не незнакомые друг другу то ну и тоже мне посмотри мне она говорит этот парень этот он парень а он уже познал женщину у него там пищать стоит а про нее и говорить не надо ее любой гинеколог узнает она пищать у нас как у дерева кольца какие-то у коровы сколько раз отелилась столько на рогах у нее этих окружности кольца так у человека что-то мысль ушла да так и есть я к утру может это выставлю ты не против разговаривать не длинно тихо конечно нужно тебе одна женщина заходила ты не называй ее она просила чтобы ты ее научил она готова уже начинал выставлять дело в том что мне мы ко мне много уже подходили но и у всех проблема ну то есть как опять проблема не проблема у многих техника не позволяет ну слабенькая ну а может позволяет кто-то найдется у кого у кого-то навыков нету то есть это не так как бы с одной стороны вроде для меня легко а для другого это очень тяжело пока что никита занимается насколько я понял ну пока не присылает может быть он потом сразу он он конечно я вот то что ему говорю исправь он не не знаю ну в своем стиле так скажем делает все я не могу сделать мне лишь бы я я сказал воскресенье ты без виталия не делай а когда сделаешь ему на проверку сделай он затих я я говорю ты исправил он ничего не вроде такой ну посмотрим ладно как пока что я вижу что никита активны больше 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 вот всех кто звонили они такие ну все мы пойдем как бы обучимся ну то есть научимся как это из америки один не называю не называют а враги на из америки там ни один их несколько никто еще вот и давай давай я им даю ну пока что это пока что нет реакции обратно связи матрию тебя видишь какое место ты взялся так хорошая так ничего вот потом я сейчас вот фильм делаю вторую часть и у меня техника вот полить ну как сказать внешний жесткий диск там информация есть которая должна была присутствовать и и он сейчас у меня не работает ну как я вот хотел вот сейчас с компьютерщиками с айтишниками связаться может подскажет как вылечить его вот как бы ты был здесь может быть было бы легче у меня тут не три программиста потом профессиональная один из них свою фирму имеет профессионал да да и гнать тихоич я конечно хотел бы вот как константин сыну вот надо вот помолиться у него пока раньше у меня с ним хорошие были отношения дружеские а потом постепенно чем старше он становился тем его накручивали ну злые языки так скажем к с которым он живет и я же там вот то что у меня борода это я ну это это для него это страх вот одно один элемент только я сказал то что вот я борода это я бандит значит нехороший человек там и все остальное так вот и он сейчас как бы с опаской ко мне относится мне конечно хотелось бы чтоб чтоб он побыл вот побыл в потеряевке вот на лето послушай дорогой он как-то может по-другому выразился что с бородой ты ты просто укажи на портреты скажи давай конкретно посмотрим вот кармаркс ты его слышал скажи такого фридрих энгельс может в школе сейчас преподают учился все равно скажи посмотри вот изобретатель радио попов лев толстой достоевский те на называю имена которые мы можем посмотреть в интернете заряди теперь главное это образ христа с бородой апостолы пророки и прямое указание не порти края бороды да и мужчине бог дал эту честь честь сегодня понимает какая тут энергетика по-своему люди объясняют мужчина это власть вот у него ум женский потому что он вокруг юбок там крутится вертится всю свою сознательную можно сказать жизнь вот ну что у меня вот такое вот я почему все время мысль направляю вот к этим проблемам мать-одиночка там все разводы там потому что меня потому что меня это коснулось сигнал тихонич его цены и вот у него мозг абсолютно женское сознание я же это вижу все и вот ему вот это чуждо прям ничего себе как так вот вот ну ему там накручивает конечно же еще ты скажи современные советский союз дружил с кубой фидель кастер ты видел какой какая его борода испанская и он целуется с брежневым были прекрасные отношения ну ты современника посмотри сколько есть такие люди которые дело в том что ему запрещают со мной общаться но это вопрос другой главное это ты скажи скажи борода это знак власти ты маленько посмотри по интернету адмирал макаров адмирал макаров оба рода у него до пояса ну да это красиво все на тихонич это борода это один только маленький я назвал что а так был да ну вот за тимофея радко конечно и я вижу я же видел тимофея в каком он состоянии это и это и есть последствия воспитания матери-одиночки на нем прям но он но у него но я знаю что он с отцом же все равно общается он его живет у отца не общается то есть вы и отеческая вот это вот проблески вот этого мужского я это видел и он понимает что нужно держаться все-таки за мужское сознание и в итоге вот матча увидела пользу и возрадовалась хорошо как раз натравила полицию да как она через нее как враг действовал ну там за защита на ее письмо было в начале самом этот ролик стоит у нас у него большая посещаемость приехала правом прокурора и я не запустил у лагерь в штанах вытащили юбку как она надела так про эту юбку половина отзывов комментариев какая она хорошая фигура у нее там точеная как на дело настоящая женщина ты поверил отзывы какие ну да я так на мать тимоши мать тимоши я много материалов прорабатываю ну так что но сейчас у меня община получается такой довольно таки интересный ролик но вот я не могу его закончить поскольку техника подводит маленько ну все тогда отпускай меня да и найти слава христу много вопросов но видимо на следующий раз тема у меня тема будет знаете какая вот это отношения мужчин и женщины во свете библии потом вот это 9 21 правила василия великого вот вот вокруг до этого все будет есть так прям надо рассмотреть потому что горячие сейчас идут прям идут горячие такие дискуссии в интернете на некоторых там площадках вот потом вот это вот эта справка которую дерзает давать епископы то что в связи с тем что брак гражданский брак ну вот этот в загсе который зарегистрированным был и сейчас он уже суд решил что ну развел как бы и как правило заочно это все получается и вот она идет с этой справкой от государства что она уже в небо ну уже не в браке ну то есть государство ей дало она идет к епископу и епископ дает такую резолюцию ну секретарь от лица епископа что за неимением брака гражданского государственного брак церковный венчанный теряет свою каноническую силу большего безумия придумать нельзя вот так это повсюду блудниками спрашивает ну ты блудяга как скажет и женщина на вторую букву алфавита ты как потом они с этой справкой идут к священнику и он уже духа святого призывает на 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 кого на букву б придет рогатый хвостатый с копытами ну вот то есть и это сейчас очень сильно раз ну как сказать прям это везде и всюду игнать тихомич такое творится и вольно невольно как мы в том ролике вы говорили блудницам и это в москве очень сильно особенно в москве и вот это все сходится прям действительно вот это вот вавилон блудница и во всех с от во всех отношениях прям очевидно концентрация прям такого если при живом мужа выйдет замуж называется как прелюбодейка все больше никак ну это значит прелюбодейство а они утверждают и кто они такие это прелюбодеи ну это просто страшно очень сильно разбойники в рясах я не знаю что как с этим надо же как-то это все дорогой отпускай меня в следующий раз Игнать Тихомич спаси Христос Аллилуйя я женщинам всем благодарен и вдосталь это женскую уже мы разобрали тему то нет нет ну ладно спасибо Христос давай